Добрый день, господин Лемерк, с наступившим Новым Годом. Поступили первые вопросы. Успехов всем в Новом Году, нам тоже лично. Большое спасибо. И Виктория спрашивает, у меня предоставлена семейная карта 3+, и было бы интересно узнать ее преимущество в нашем дружественном для малышей городе, кроме общественного транспорта. В интернете ничего не нашла. Да, ну эта карта 3+, это государством виданная карта, и те, кто ей дает какие-то такие карты, они, конечно, должны, если это они считают, дать что-то дополнительно, кроме этой карты. Это не карта самоправления. У нас есть система помощи семьям, в том числе семьям с детьми, в том числе семьям многодетным. Главный критерий — это доход на душу семье. Есть у нас малобеспеченные семьи, и они, соответственно, получают те или иные льготы и пособия. Например, если вы учитесь в средней школе, значит, например, второй средний, да, вы живете в Парвенде, ваш ребенок, то он бесплатно едет на общественном транспорте. И в данном случае неважно, он из многодетной семьи или немногодетной семьи. Если ребенок из маловеспеченной семьи, он получает бесплатное питание в школе. В данном случае мы не делим, он многодетная семья или малодетная семья. Есть у нас больше, если там больше детей. Но главный критерий — это, конечно, материальное состояние данной семьи. Ну, например, вот мой заместитель, Эдис Ошнекс, у него в семье три малодетные семьи, а дети — три. Но я не думаю, что ему надо, и он не просит, чтобы ему дали какие-то льготы, потому что у них трое детей, важно, что он их может обеспечить без какой-то посторонней помощи. Но, конечно, есть семьи, где доходы значительно меньше, и которым надо помогать во многих вопросах, начиная с отопления, да, там, или дрова, если живет в частном доме, и там вода, канализация, и скидки есть на оплату, и так далее, и так далее. У нас 52 разных вида, большая часть из этих льгот разных — это именно касается семьи. Ввиду погодных условий, 31-го ночью не состоялся салют, и по такому случаю антицензор спрашивает, куда пойдут выделенные на салют деньги. Да. Ну, во-первых, о самом салют, его отмене. Действительно, 31-го днем было очень тихо, мирно, но был известен прогноз, и всегда организаторы салюта интересуются, какая будет сила ветра в момент салюта. И прогноз был плохой, что будет около 20 метров в секунду. Вот. И этот прогноз в течение 31-го дня улучшался, и тогда коммунальное управление дало интернете информации, что, возможно, салюта не будет. Но окончательное решение, что он не может быть, было принято только 0,25 минут. То есть за 8 минут до начала салюта, когда было ясно, что скорость давления ветра, то есть постоянная скорость ветра 15 метров в секунду, с порывом до 19 метров в секунду. А закон о пиротехнике гласит, что максимум 9 метров в секунду может быть. И, значит, организаторы, исполнители этого салюта только не могут принять решение, и они несут ответственность за безопасность. Они приняли такое решение, которое было абсолютно правильное, и рисковать ради красоты, в данном случае какой-то здоровьем, или нельзя. Вот. Всегда у нас, мы живем в Энспилсе, у нас ветер постоянно, и немало было случаев, когда было это на грани. На грани. И вот. Есть когда у нас салют, например, на праздник города, и он как бы юго-западный, тогда все это несется не на город, а на промышленную зону. Это там полегче, да. А здесь вокруг народ, и тут никаких спусков в самом центре города не должно быть. Конечно, расходы у организаторов салюта были на мобилизации, монтаж и демонтаж, ну а сама, самые эти, они не были выстрелены, они, они живы, эти ракеты живы. Вот. Коммунальное управление, они являются заказчиками, то есть они имеют договор, они совместно посчитают, сколько это стоило мобилизации, демобилизации, а остальное, это уже как бы надо принять нам решение, да. Можно это забрать деньгами назад, можно устроить дополнительный салют. Ну, например, честь, что открывается среднее здание музыкального училища с концертным залом, который, события один раз в сто лет, да. Но пока никаких решений нет. Вот по теме, Тео пишет, вы говорили, что концертный зал откроет в день столетия независимости в Венсполсе 25 июля 2019 года. Отчего такое решение? Ведь столетие Латвии мы отметили 18 ноября прошлого года. Действительно, значит, официальная дата, значит, провозглашения независимости Латвии, это 18, 1918 году, 18 ноября. Но, значит, до 25 июля 1919 года, 25 июля 1919 года, здесь был Ландесвер. И никакой суверенной власти Латвийской республики над Венсполсом не было. И 25 июля 1919 года в Латвийский порт зашел боевой корабль английского флота, который привез на своем борту солдат латвийской армии независимого государства. И они вступили на землю здесь и юрисдикция, и фактическая власть была установлена уже независимого латвийского государства. До этого, пока здесь был Ландесвер, они там разбрелись, и здесь было очень опасно жить. Образовалось много разных банд, которые... Были даже такие крестьяне, которые ходили в лес, боясь вот этих банд. То есть власти тут было бардак полный. И вот Ландесвер тут хозяйничал. Частники они уехали в Германию, часть здесь осталась. И только после того, как 25 июля здесь пришли войска латвийской армии, тут реально была установлена власть независимого государства. Вот и сами считайте, это праздник надо отмечать или не надо отмечать. Так что мы отметили 18 ноября 2018 года с фейерверком всем. Но я думаю отметить, что здесь Ландесвер был выгнан из Венсполса в 2019 году, 25 июля. По-моему, есть смысл. Кому это кажется не так, но необязательно отмечать же. Карри спрашивает на портале Вентазбас. Будет ли в нашем городе бесплатный общественный каток на зимний период? Ну, общественный каток у нас на улице невозможен. Просто мы видим, какая погода. А каток у нас есть в Олимпийском центре. Там установлена какая плата за время, когда можно. свободного катания на льду. Плата, не скажем, что большая. Есть специальные семейные карты. И еще можно, по-моему, 40 и даже больше процентов получить скидку, платя в Вентах, которые можно заработать на компьютере, помещая соответствующие фото и так далее, видео в интернете. И этот вопрос, этим занимается Олимпийский центр. Расма оставила такой комментарий. Даже на празднике нет покоя со считыванием показателей счетчиков. Кажется, что жизнь состоит из считывания и оплаты разных коммунальных счетов. Да, когда у вас в последний раз приходили из Латвии Энерго считывать счетчик? Вы помните? Нет. Давно уже от этого забыли. То же самое с водопроводом. Сейчас есть дигитальные отдаленные считания показателей счетчика, когда к вам никто не приходит и приходить не будет, если все нормально работает. Но это будущее, без этого нельзя. И тогда вы сами можете контролировать, оплачивать свои счета. И все это. Дигитальный мир приходит и в воду, и в канализацию. Аноним пишет. В городе говорят, что землечерпалку Дзелмы больше не используют, поскольку на ней несколько раз возникала течь. Правда ли это? И есть ли план купить новую? Да. Ну, она, вообще-то, судно было построено, память не изменяет, где-то 1973-1975 год примерно. То есть, считайте, сколько она уже прослужила, прослужила, да, около 50 лет, да. Вот. И потом она в 1994 году была переделана на землечерпалку и добросовестно отработала 25 лет. Но металл все, он не вечен, да. Вот. И каждый год надо делать все больший объем ремонта, чтобы она соответствовала, проходила соответствующие сертификации. И сейчас правление значит, Венспольского свободного порта работает над закупкой новой землечерпалки, поскольку после каждого у нас постоянно море заносит канал, канал песком, вента тоже заносит, и его надо постоянно чистить, не говоря уже после таких штормов, которые вот вчера закончились. Но это уже дополнительно привлекаются силы дополнительных компаний. Так что землечерпалка в Венсполсе нужна, и рано или поздно Дзелмой уйдет на пенсию. Наверное, на свалку. Карлис пишет, в Венсполсе уже какое-то время вандалы портят разные объекты. Неужели полиция бессильна и не в состоянии защитить наш город? Ну, я не хочу сказать, да, защитить. Каждому, конечно, не приставящему, полицейского, но шесть групп, все шесть групп вандалов в этом году были, в прошлом году были задержаны, последние 26, по-моему, декабря. Всего 43 несовершеннолетних были в этих группах разных. Это, конечно, плохое явление, очень плохое явление. Сейчас надо проанализировать причинно-следственную связь, потому что все-таки для молодежи в Венсполсе очень большие возможности рационально провести время и свою ловкость, силу, смелость, закалку потребить в более рациональном виде. Но тут надо, конечно, и со школами поработать, и надо с родителями поработать. В общем, нас такая ситуация не устраивает, но важно, что полиция с этим справляет. Сейчас последние задержанные проводятся следствия, они там признаются во всем, конечно, родителям придется платить. Элиза спрашивает, на какой стадии создание научного центра и есть ли ясность, что и когда там будет? Научный центр, технический проект готов, проходит экспертизу, потом в весне будет объявлен конкурс на строительство. Там будет 93 разные интерактивные активности по всем направлениям науки, ну и науки или видов деятельности человека, но я подчеркиваю, интерактивные, когда вы сами участвуете в этом процессе и убеждаетесь в законах природы, скажем так. Вот, мы, наши специалисты были позданы в командировку в Канаду, Соединенные Штаты Америки, несколько таких центров посмотрели и в Европе, и в Японии, подобрали 93 видов активности, плюс там будет одна еще, которая будет меняться, такая, зал раз в полгода, год, такая, по бире они блуждают, и в этом здании будет еще бюро для ИТ, и еще у меня есть мысль, что там, может быть, надо было бы создать такие лаборатории, когда воинсполчанин может прийти и, например, что-то хочет создать из дерева или из металла, или используя дигитальные возможности на майку что-то нарисовать или там какой-то плакат их сделать или чего-то там, вот там такие, то есть, потому что каждый такого не создаст, да, или по обработке металла просто, да, ну вот, ну вот, но эта часть еще мы работаем, а в части, именно главной части, где научный центр, это у нас, ну, я скажу так, на 95% ясно, что там будет. Очень здорово. И в этом году надо конкурс на строительство и, наверное, если все пойдет гладко, начать строительство и сдача где-то 21 год, я думаю. Каспар пишет, процесс создания правительства затянулся и этот год начался с временным бюджетом. Как это влияет на утверждение бюджета самоуправления? Ну, очень, я скажу так, очень плохо вообще на состояние, финансовое состояние, перспективу, главные, и финансовые ситуации самоуправления и образования их доходной части бюджета, это очень отрицательно повлияло реформа налоговая. Она отняла стабильность доходов от налогов бюджетов самоуправлений, потому что сейчас каждый год это может поменяться. А поскольку нет утвержден бюджет 19-го года, а соответственно 20-го, 21-го, значит нам это неизвестно. Потому мы доходную и расходную часть бюджета Венсовского соуправления на 19-й год делаем с опаской, я скажу. И конечно то, что у нас есть временный бюджет, и он будет таковым как минимум до февраля, я смотрю, это плохо. Это плохо, но новые политики разделили кресла, должности, деньги, машины, кабинеты, все они счастливы, правительство будет. Хотя неизвестно планы работы, но это мелочь, конечно. И в заключение Лена на портале Венсплс.лв спрашивает, каким будет этот год для Венсплса, какие новшества он принесет для города и горожан. Да, ну этот год, как и все предыдущие, будут очень динамичного развития Венсплса. Во-первых, мы начнем строительство трех новых индустриальных зданий, одно из них действительно большое, ну все они достаточно большие, где-то четыре с половиной до семи тысяч квадратных метров. Там через года три будут работать новые индустриальные предприятия, где будут работать каждым около ста человек, где-то 300 новых рабочих мест. Но это не завтра, но года через три, может быть четыре. Вот, ну будет продолжаться реновация инфраструктуры Венсплсского свободного порта, в Северном Молу, там более 12 миллионов вкладывается денег, по объездные пути, улицы к терминалам и индустриальным зонам. Ну вот, научный центр, я упомянул, сдается в эксплуатацию музыкальная школа с концертным залом, пока планируется 25 июля 19-го года. Вот, потом завершается разработка технического проекта общественного центра Галинси, где бубликотека тоже будет, детской библиотеки и общественного таком центра здесь рядом на улице Акмени, потом новое здание музея под открытым немом, старая сносится, завершается обновление всей экспозиции в этом музее. Вот, да, променад, променад, должен быть сдан в эксплуатации променад его завершение, там, вот, будем продолжать работать детский городок под крышей улицы Валдемара. Ну, наверное, я так сразу что-то и забыл, так что очень много начатых работ, ну, и главное, это все-таки концертный зал, это минимум раз в сто лет. И сдан сам зал концертный под монтаж акустического органа 15 февраля этого года, то есть уже через 40 дней. Уже вот-вот. Пусть все получится. Спасибо за ответы и всего доброго. Всем успехов, господчан. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok